Будь превознесён Мы нуждаемся в Тебе, Господь, Духомагия нашей. Будь превознесён Будь превознесён Я хвалу Тебе пою, Господь, Я Тебе пою, Господь, Ибо Ты, Будь превознесён Ибо Ты, Будь превознесён Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, в первую очередь говорится о милостыне, потом говорится о молитве и потом говорится о посте. То есть это, грубо говоря, милостыня, это как наши дела в жизни, вот так если взять образно, это наши дела, то есть наше служение в христианстве. Молитва – это наш каждодневный хлеб, общение с Богом. И потом пост. Там написано то, что, да, когда постишься, как бы, сделай так. Вот я сегодня читала ещё современный перевод, не современный, а новый русский перевод читала. И там знаешь, как вообще про пост написано? Там написано то, что, чтобы о посте знал только Отец, то есть Иисус, да. Я так задумалась, думаю, да, на самом деле, как нам важно вот именно понимать, что я даже не... ну, я могу выставлять, ну, в этом ничего плохого нету, там, например, проповедовать. Ну, это не так, чтобы прям вот «Я сегодня третий день в посте, мне так плохо!» И ты там «Да, да, да, конечно! Слушай, ну ничего, ты выйдешь из поста, мы тебе там пир устроим!» Ну, чтобы это не было такое-то, что какое-то, как сострадание со стороны ты хочешь. Ну, вот не искать, да, награды у людей, и чтобы не было вот этого, знаешь, как это называется, гуманизма, да? Да. Чтобы мы, на самом деле, были христацентричными, я для себя так взяла, вот я на самом деле задумалась, а какова вот моя тайная жизнь? Сколько мы об этом общаемся, сколько мы об этом говорим, и я так задумалась, а моя тайная жизнь соответствует тому, что я показываю на людях, что я показываю там на работе, в университете, просто на улице, просто в маршрутке. Вот на самом деле, я та, кем я являюсь вот при людях и при Боге. Субтитры создавал DimaTorzok Вы понимаете, каждый из нас, мы входим в этот жизнь, мы активнее, мы общаемся с людьми, мы открытое письмо, написанное Богом для этого мира, мы ответ этому миру, если мы не будем мылостивы, если мы не будем относиться к окружающему миру правильно, четко, точно, с болью, тогда как? Ну как Христос? Прокаженный подошел и говорит, если хочешь, потому что ему приходилось пройти через фарисеев, которые говорили, мы не хотим даже касаться тебя, а он проходил и сказал, пришел к Иисусу и сказал, если хочешь, очисти меня. Он говорит, я хочу, очисти. Вот это должно выйти из наших уст. Хочу, изменись, хочу, истились, хочу, я могу служить, давай, я буду тебе помогать перейти улицу, я могу тебе помогать сумки нести, я могу тебе помогать, если нет билета, я могу тебе билеты купить. Да? Кто скажет амин? Вы ожидали, что я буду просто так шутить? Нет, мы не шутить собрались здесь. Ребята, я вас вижу, потенциальных, больших, мощных людей. И если ты получаешь откровение, получаешь какое-то слово от Бога, но ты не двигаешься по нему и ничего не делаешь, то вообще христианство — это жизнь, мы должны что-то делать. Бог нам говорит, иди, мы должны идти. Я просто не представляю христианство, когда люди очень много говорят, но при этом у них отсутствует тайная жизнь, ну, молитвенная жизнь. У них отсутствует тайная комната, и у них на самом деле нет общения с Богом. Я очень много раз задавалась вопросом, ну, когда вот было время до этого, я задавалась вопросом, как же вообще иметь личное отношение с Богом. У меня всегда этот вопрос очень интересовал. Я понимаю, что моя молитвенная жизнь, это именно моя молитвенная жизнь. То есть я не могу молиться, как ты, к примеру, ты заходишь в молитвенную комнату и приветствуешь... Бог не создает копии. У меня очень оригинал. У тебя, к примеру, какая-то... Не знаю, как сказать. Вот ты заходишь с 22-м псалмом, выходишь с 90-м, с молитвенной комнаты, и я такая, если Юлю Бог касается, я должна несколько раз сказать этот псалм, и меня точно коснется. Нет, ты не должен быть... Я не должна быть тобой. Ты не должна быть мной, потому что мы с тобой — это личности, мы индивидуалы, у которых личная жизнь с Богом, она своя. Я всё равно читаю Библию, несмотря на то, что я одна или я с кем-то. Потому что Библия — это хлеб на каждый день. И я не представляю, как можно вообще пренебрегать этим хлебом. Я знаю не только Библию, но и знакома лично с её автором. Я вот сейчас вспоминаю свои молитвы, вспоминаю, как, знаешь, я очень часто молилась. Просто, знаешь, кажется, вот Дух Святого не касается, но я молилась там, Господи, ну используй меня. Вот я хочу, правда, служить тебе, хочу что-то делать для тебя. Там, поднимай меня, веди меня. У меня всё это началось сначала там с проектора, ну то есть, да, как бы такое медиа-служение. Потом я уже была помощником домашнего пастора. Потом, слава Богу, и в прославление молодёжное я начала ходить, молодёжное служение в общем. И ещё и сейчас уже домашний пастор. Слава Богу. Бог на самом деле поднимает, и я понимаю, что это мог сделать только Бог. Изменить моё мышление, изменить мой разум, изменить вот вообще, знаешь, желание сердца. То есть сейчас уже всё, что Мирона меня не привлекает, даже когда там зовут. Ну, есть, у нас, мы не можем от мира вот так взять и отказаться. Да. У нас всегда будут знакомы, у нас всегда будут друзья, которые будут в миру. И я понимаю то, что сейчас у меня нет желания слушать мирскую музыку. У меня нет, я на самом деле, у меня был такой момент, вот я не скажу, что мне прям запрещали. Знаешь, как сейчас более-менее, многие слушатели говорят, что этого нельзя делать. А тогда не было такого времени, как-то знаешь, такая была относительная свобода насчёт этого момента. Я знаю, что это спорный момент, но у меня просто раз пришло такое осознание, что вот я не хочу слушать. И у меня был плеер, и я думаю, а если я включу при каком-то из церкви моё плеер, и они увидят, что там сначала христианская, а потом какая-то мирская песня, и мне так стыдно становилось. Ну, я сама с собой, знаешь, так рассуждала. И потом в один момент я всех удалила, и сейчас, слава богу, бог меня от этого как бы дал такое самопонимание, что я всё-таки хочу слушать песни, которые будут меня наполнять. Я, конечно, люблю Госпул, да, там всё такое, но люблю именно прославление, поклонение. И бог меня на самом деле очень интересно вёл, что я тоже, я помню, когда я пришла, и мне очень много наставляли, что нужно читать, нужно молиться, и я вижу вот плоды этих выставлений на самом деле, потому что я помню, у меня тогда был ещё вот такой маленький, знаешь, это Гедоновский Новый Завет, и я его очень много читала, я помню, я Новый Завет несколько раз перечитывала, потому что для меня это было, знаешь, правда, вот такая жажда была, я никогда не читала до этого, и я помню, первый раз, когда я прочитала от Евангелия, от Матфея, и начала читать от Марка, я же не знала, что это не истории, и я такая думаю, я где-то, уже читала, думала, откуда, знаешь, такое джавю, было, и на самом деле, когда я поняла, что это 4 истории, 4 повествования, об одной истории, я такая, я поняла, супер, вот в чём фишка, и вот, мой бы совет, который я бы дала людям, которые пришли в церковь, приняли Иисуса Христа в своё сердце, это, наверное, держаться Господа всегда, и очень сильно наблюдать именно за станем со своего сердца, потому что даже на примере вот с жизненным могу сказать, что я видела людей, которые, независимо от того, какая была их вера, когда они смотрели на людей, они падали, они находили в этом какое-то соблазн, или преткновение, и правда уходили от Божьего тела, да, они от него отлеплялись сами, они отрекались своими делами от Бога, да, они, как написано, по-моему, в Тимофе написано, то, что имеющий вид благочестия, но силы же его отрёкшиеся, то есть сила, которая есть в благочестии, сила, которую даёт Бог, когда мы его принимаем в своё сердце, они отреклись, и вот самый мой главный, наверное, совет, это, несомненно, близкие отношения с Богом, а близкие отношения с Богом, это обязательно общение, то есть молитва, после молитвы, это обязательно Слово Божье, после Слова это обязательно посты, потому что посты это то, через что Бог ещё больше будет поднимать, и в этом тоже нужно бодрствовать, и потом я уже думаю общение как раз-таки с телом Христовым, потому что мы все одно тело, как ты говорила, то, что да, Бог не делает копий, мы индивидуалы, потому что кто-то из нас глаз, кто-то из нас ухо, кто-то рука, и у нас в Божьем теле разное предназначение, и Бог, я верю, что Он поднимает сейчас, молодых людей, чтобы они шли в мир, чтобы они проповедовали Слово, чтобы мы просто своим примером это показывали, не просто на словах, как я уже говорила, не просто на показ, но именно в молитвенной жизни, в тайной комнате, чтобы у нас всё было настолько чисто, всё настолько было в Духе Божьем, чтобы это и когда выходило на показ, люди понимали, что мы не лукавим, что мы не лицемерим, «Ибо Ты велик, да будь превознесён, превознесён Господь, выше всего Господь, превознесён, превозносит, 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 Я христианка, я верю в Иисус, жизнь прекрасна, когда рядом Бог. Так интересно, что многие христиане даже, они ведут себя так, я даже не знаю, как это объяснить, но так, что вот Бог, я слышу его, прям настолько слышал, а на самом деле ты посмотришь в его личную жизнь, его, ну, ну, конечно, нельзя смотреть в личную жизнь, но просто по плодам, да? Да, по плодам узнаете их, и смотришь, то, что у него нету доброго плода, у него есть только слова, только то, что он вот такое откровение получил, такое, откровение — это хорошо, но если ты не двигаешься, по откровению, то, ну, не исполняешь слова, просто слушаешь так. Как написано, вера без дел мертва? Вера без дел мертва. Мертва. Это вот как я уже говорила в Матфея, в шестой главе, вот если говорить, мы с тобой очень много говорили, тайная комната, тайная жизнь, это имеется в виду, что общение с Богом, да? То есть, когда ты наедине с Богом общаешься, это шестой стих, шестая глава, шестой стих, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аминь. Вот я хочу тоже немножко поговорить о своем становлении молитвенной жизни. У меня было такое-то, что мама сказала, я в тебе как бы сильно изменений не уведен, знаешь, прям вот таких вот, каких-то кардинальных или что-то такое вот просто, но у меня не было такого каких-то вредных привычек, не было каких-то, в общем, сильного греха во мне не было, но и сильного Христа во мне тоже не было. Вот. И говори, но я еще думала, что вот это, говорит, ты не сильно изменилась. Я думаю, это тоже все равно связано с тем, что все равно в верующей семье я родилась, все равно. Как бы я не была далеко от Бога, у меня были какие-то там становления, к примеру, ну не знаю, там не делать, ну не, мне, конечно, понятное дело, мало ли, ну просто вот, к примеру, такой вот самый банальный пример, там не делать татуировку или там не курить, не пить. И у меня как бы это было как основа, какие бы вещи я ни делала, но я не делала прям сильно больше, да. Но вот эти вот прям, вот прям такие, знаешь, как для меня вот именно такие грехи я не совершала. мы настолько сейчас привыкли, что христианство это на показ. Я сегодня, когда ехала, я ехала с Библией так в руках, потому что некуда было ее положить, я так думаю, а вдруг кто-то подумает, что я это связально сделала, что, знаешь, так на показ, типа, ой, смотрите, а я Библию читаю. И на самом деле сейчас очень много, особенно в молодежи, это есть, знаешь, на показ. Вот, грубо говоря, в сердце они этого не имеют, но они показывают это, ну, выставляют как-то вот на общее, на общее зрение, ну, даже мирские люди вот так вот делают. Да, типа, знаешь, Бог за меня. Да, или, знаешь, там, понты какие-то, то, что он там много имеет, а на самом деле ничего нету, но зато он выставляет себя очень круто. И я так задумалась, что вот христианство, нет, конечно, очень важно и являть Христа, да, и показывать, без этого никак, да, люди должны в нас это увидеть, но на самом деле христианство, оно гораздо глубже, гораздо глубже, и христианство это как раз-таки вот наша тайная жизнь. Что очень важно, посмотрите, наше отношение к окружающему миру, как мы относимся к этим людям. Однажды Мишли, Моисею было четыре годика, а как раз Исаак, Исаак еще не родился, Моисею было четыре годика, и мы шли, а один человек упал, у него был, ну, он упал, пьяный лежал, у него везде были надрезы, кровь, а мы идем с Рузаной, так, а потом шутим, Моисея нету, смотрим, он пошел, встал возле этого человека, поднял его руки, и так смотрит на его руки. Я подбежал, я говорю, ты что делаешь? Говорит, папа, а почему он в таком виде? Ему было всего четыре годика. Это очень важно заметить. Вы знаете, однажды Рузана с моего дня рождения, знаете, как сделала? Конечно, мне пришлось пострадать, она-то вообще не страдала, но мне пришлось пострадать. Она сказала, слушай, дай мне возможность приглашать на моё день рождения тех, которых я хочу. И знаете, она пригласила отступников, она пригласила с улицы бомжей, никому выльки не нужны были. Все вот так просто, я потом не знал, что делать это, а я так вкусно все приготовил. Я говорю, а для чего ты это делаешь? Ты понимаешь, говорит, мне надо, чтобы моё сердце поменялось к мне. Я хочу по-другому относиться к этим людям. Я помню, сколько человек приходили к нам домой, оставались, и мы служили им. Почему так Бог делал в то время? Чтобы наши сердца изменялись. Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его. Я уже христианин и прописан в небесах. вообще перед молитвой у меня как бы так в моем идеале это 30 минут почитать Библию перед молитвой. Вот, я читала Библию, потом молилась. И вот тогда у меня произошел какой-то прорыв, такое становление. И, кстати, вот насчет служения, когда ты говоришь, у меня тоже было такое, мы с бабушкой молились, я хотела тоже служить, и я молюсь, 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 Господи, дай служение. И потом бабушки звонят, тоже говорят, как бы, ну, поднимай как своего помощника. Вот. Ну, и как-то началось, я думаю, то, что какое-то становление, какой-то рост, он начинается, когда у тебя будет постоянство и в молитве, и в чтении, и когда ты не будешь этим пренебрегать, потому что это очень важно. Вот для меня сейчас такое очень, ну, в моей жизни именно, я бы не сказала то, что это какой-то прям тяжелый очень период, но для меня сложный период. Я перешла в 10 класс, и мне сложно на самом деле учиться, потому что я там какой-то, с какой-то по какой-то класс я занималась спортом, и как бы учебе сильного значения не придавала. А тут я молилась, и один раз, вот как важно молиться, да, чтобы все отдавать в руки Божьи. И один раз через пастора проговорилось, вот прям очень сильно заполнилось мне слово. Я просто вот так вот чуть-чуть посвидетельствую о том, как Бог отвечает, когда мы молимся. Я не знала, куда мне идти после 9 класса, в колледж или в 10 класс. И получилось так то, что без экзаменов сказали, в 10 класс поступаете, но у меня было отвращение, ну, вот прям вот такое, нет, я не хочу, мама. У меня мама такая, она поехала, подала документы, отдала все, но и при этом мы подали документы в колледж. И потом через проповедь пастора он сказал то, что если вас Христос живет, есть ли вам что-то невозможное. А у меня, почему я не хотела в 10 класс, потому что я считала то, что я не смогу. У меня там нету достаточных знаний, и как я вообще сдам ЕГЭ, как вот это все. У меня были очень сильные сомнения. Но через эту проповедь, еще задолго до того, как мы узнали все-таки, куда я иду, у меня уже было внутреннее откровение, куда Бог меня посылает. И на самом деле за все слава Богу, потому что я считаю то, что без молитвы и без того, чтобы отдавать все в руки Божьи, мы не можем. Вот как-то ты втайне помолись, и отец воздаст тебе явно. Я втайне помолилась, как бы, возможно, я об этом не знала моя мама, то, что я за это молюсь. Но он явно это воздал, то, что так все усмотрел. У меня было тоже такое, мне надо забрать учебники, я уже знаю то, что я иду в 10 класс. Но у нас запись проекта. И я еду сюда и думаю, так, завтра понедельник, нужно забрать учебники. Потом думаю, подожди, если сегодня воскресенье, мы должны быть в церкви, почему я еду на юр, да? Я понимаю, что сегодня понедельник, я должна забрать учебники. И у меня такое, ну, понимаешь, такая плоть, она тоже у нас восстает, и у меня, да вот, если бы ты не поехала на проект, если бы это, почему Бог, он так не усматривает. А я как бы, и у меня восстает, восстает это. Но у меня просто есть такое, в духе то, что так, стоп, если это Божье, то Бог усмотрит абсолютно все. И у меня было уже вот откровение, вот это откровение, потому что я молилась, и это откровение Бог дал мне. Это был внутренний мир, внутренний покой, то, что все Бог усмотрит. По Его воле Он все усмотрит. Я на самом деле все усмотрела, и почти все учебники дали. Сначала не все, а сейчас уже все додали. Вообще, слава Богу, я верю то, что Бог, Он жаждет больше того, чтобы мы пришли к Нему, чем мы сами. Мне очень нравится вот то, как говорят, когда ты делаешь к Богу один шаг, Он делает к тебе десять. И на самом деле, как Бог хочет, чтобы мы не один раз молились, а постоянно пребывали в этом. И я просто смотрю сейчас, очень много таких проповедей, ну у нас в церкви, к примеру, у нас на молодежке про молитву, про то, что вера без дел мертва, про встречу с Богом. И в церкви то, что нужно все отдавать, в руки Божьи, по воле его. Интересно, похвейте. Да, сейчас очень интересно. И на самом деле... И вот, на самом деле, у нас еще паразит. И ты видишь то, что те проповеди, которые сейчас нужны, Бог дает их. И это, слава Богу. И мне очень нравится это мастописание. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Не собирайте себе сокровища на небе... Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, ни истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там и будет сердце ваше. Я считаю то, что наша молитвенная жизнь, вообще какие-то отношения с Богом, это все начинается с решения. Потому что у меня еще долгое время было то, что как я буду молиться, если у меня не было встречи с Богом. Но мне очень много раз один и тот же человек говорил, что ты представляешь под словами встречи с Богом. Она ведь бывает разная. И потом начала говорить, что женщина прекрасная, любимая. Начала говорить мне то, что понимаешь, если тебя дух суетой наполняет, у тебя происходит радость, и у тебя из-за этого происходит радость, он тебе дает свои откровения, и из тебя льются воды живой, это уже встреча с Богом, это уже вот какой-то... Реки воды живой. Да, реки воды живой. Это уже вот эта встреча с Богом, потому что Бог, он к каждому приходит по-разному. Я такая думаю, да, слушай, ну правда. И вот чтобы я пожелала, не то, что пожелала, а посоветовала молодежи, это то, что не смотреть на обстоятельства, не смотреть на трудности, но продолжать двигаться в молитве, в чтении слова, как бы тебе было непонятно, как бы тебе не было трудно, как бы ты не чувствовал присутствия. Во-первых, почему мы можем не чувствовать присутствия, это может быть грех в нас. Приходи, как написано в слове, то, что мы можем входить во святой святых посредством крови Христа. Да. То есть перед тем, как помолиться, ты чувствуешь, что что-то не так, ты скажи, просто останови, скажи, «Господи, Иисус, прости меня, обмой меня кроме своей драгоценной». Я на самом деле каясь отрекаюсь от того, что я сделал не так. Но ты это прекрасно знаешь, что возможно, что ты сделал. И ты видишь то, что какое-то вот такое облегчение, как бремя снято с тебя, ты такой прям вот прям дышишь свободно. И у тебя молитва начинает в духе идти. И вот я искренне советую, чтобы имели постоянство, верность, потому что Бог говорит, «Верный и добрый раб, войди в радость Господа на славу». Кстати, если говорить о трудностях, то все-таки христианство, это не для слабых христианств, это для сильных людей. Мы бы сейчас говорили с тобой о служении, о посвящении, о том, как мы начали. Но мы упускаем все моменты, которые все-таки как раз-таки в личной жизни с Богом. Когда мы плакали, когда мы постились, когда мы, на самом деле, написано, что раздираете не одежду, а сердца ваши. Я думаю, что у любого человека, который начинает посвящать свою жизнь Богу, начинает служить ему, будут эти моменты, которые никто не видит. Которые видит только Бог, потому что он видит тайны. То есть он видит, когда. Ведь когда наши колени уже все, нам не хватает сил даже стоять на коленях и просить о чем-то у Бога. Когда настолько сильно идут атаки, идут моменты, когда что-то мешает, ты охладеваешь, светильник не в том месте, масло не то ты взял, да? Когда ты не бодрствуешь, да? И начинается вот этот момент переломный, сказать Богу да, сказать Богу нет. Как мы говорили на молодежке, то, что не стыдно признаться Иисусу, что я не могу, у меня не получается. Есть то, что мне мешает прийти к себе, прийти к престолу твоей благодати и милости. И вот христианство — это для сильных людей. Христианство — это для тех людей, которые не сдаются. Потому что я могу сказать за себя, что правда, я сейчас вспоминаю свою жизнь, понимаю, что Бог меня очень сильно через многие моменты провел. У меня были моменты, когда я стояла перед выбором послушать людей или послушать Бога, понять, в чем воля Божья. Очень разные моменты будут сталкиваться люди, которые решают посвятить свою жизнь Богу, посвятить Иисусу свою жизнь. И причем, на самом деле, награда будет от Господа, потому что это остается между тобой и Богом. Ну, конечно, старшие пастора могут знать какие-то, если серьезные моменты. Домашние пастора. Домашние пастора. Но все-таки вот этот момент всегда будет. Мы будем проходить через эту боль, мы будем проходить через эти страдания, чтобы приобрести что-то ценное, чтобы наша вера была драгоценнее гибнущего хоть и огнем испытанного золота. Сегодня люди в мире умирают без веры. Я хочу сказать тебе, что мы верим в Иисус Христа, и это помогает нам пройти через все трудности. Иисус Христа, и это помогает нам пройти через все трудности. Иисус Христа, и это помогает нам пройти через все трудности. Субтитры создавал DimaTorzok Как это Слово Божие говорит, чтобы на самом деле Иисус Христос, Он был в центре всего А ведь это непросто, будем честными, это непросто Непросто сказать, миру нет, а Иисусу да Очень непросто, я могу за себя сказать Я не жалуюсь, я благодарю Бога за то, что Он дает Потому что когда мы проходим испытания, это значит мы живые, значит мы не мертвы Что-то Бог делает с нами Я могу за себя сказать то, что сейчас, это я так улыбаюсь, мне радость, потому что Бог дает эту радость Но я проходила через боль, я проходила через слезы Я проходила через моменты, когда Бог работал сердцем В служении, когда я неправильно себя вела Неправильные были поступки И когда я и каялась перед всеми, и перед Богом каялась Просила всех прощения, такие моменты тоже были Были и слезы, были и посты, были, знаешь, моменты, когда вот кажется, что все Зачем мне Бог, что случилось, да? Но на самом деле ты понимаешь, что даже молитва или чтение слова в первую очередь Чтобы совершить молитву, или прочитать слово, или пообщаться с кем-то в церкви В первую очередь, или верующим, да, человеком В первую очередь движет любовь Божия То все Если в центре Христос, то мы правильно идем Да Еще трудности Во-первых, я вспомнила место То, что Бог выбирает не сильное, не мощное этого мира, чтобы сделать сильным Бывают такие времена, когда нас враг атакует То есть мы являемся мишенью для него Тем, что как-то ему мешает Вот, как же это сказать То, что мы опасны для него И опасны для него только тот человек, который горит огнем Который имеет отношение с Богом И который на самом деле может противостоять ему А теплый христианин, который холодный уже Он ему не опасен Ну, что ему? Он такой же, как и все остальные У дьявола нет власти только над маленьким количеством людей Это те люди, которые имеют по-настоящему живые, огненные отношения с Богом И как важно, чтобы через вот эти трудности Через вот эти атаки мы проходили с молитвой С вот постом, с верой Потому что если мы в них запнемся Вот, как говорят, то, что мы должны пустыню пройти Если мы эту пустыню не пройдем То христианство, оно дальше не будет продвигаться Потому что мы сначала должны вот эти трудности пройти Вот пустыня, она в основном это работа над нашим характером Над тем, что мы пришли с Богом с таким черствым каменным сердцем И Он хочет дать нам плотяное человеческое И если мы не проходим это Если, как я считаю, ну вот, как для меня это такое То, что ты пропускаешь тему по математике И тебе потом сложно как-то понимать другие темы Потому что они все равно как-то взаимосвязаны с собой И тут то же самое, ты пропускаешь, ты дальше не можешь идти Поэтому тоже вот благословляю каждого Чтобы на самом деле мы в немощах, как писал Павел, мы сильны И Бог, Он дает сил, Дух Святой подкрепляет нас в этих немощах Также в постах, также в каких-то серьезных таких переломных моментах Дух Святой дает нам силу, дает нам водительство, руку помощи Я не представляю, как вот христианская жизнь она тяжелая Но безбогая жизнь она еще тяжелее И я представляю, как люди этого мира не вообще находят утешение В чем они могут найти утешение Давид писал то, что только в Боге успокаивается душа моя У нас есть свое утешение У нас есть источник воды живой У нас вот как мы ко Христу приходим Он как написано, что придите ко мне все труждающие, все обремененные Я успокоилась А у мира этого нету Поэтому мир, он идет на какие-то крайне неправильные вещи Но мы, христиане, дети, рожденные в христианских семьях Имеем вот такую привилегию просто приходить к Богу Потому что на самом деле, посмотришь в мир, они не имеют этого Они, ну пока они не имеют этого, пока мы не скажем, что есть Иисус Христос, который умер за них Они не имеют этого А мы с таким чудным образом, Бог каждого из нас перевел к себе И мы не должны, вот у меня такое-то, что мы не должны этим пренебрегать И у меня, как я еще себя проверяю, то, что я не могу молиться для галочки У меня должна быть молитва от чистого искреннего сердца Я в хвалу тебе пою Господь, я тебе пою Господь, я тебе пою Господь, ибо ты Допутни, вожди сон Господь, ибо ты Допутни, вожди сон Допутни, вожди сон Ибо ты Да, жизнь этих людей измерил Бог, и у тебя есть шанс Ты велик, да пусть превознесет Ибо ты велик, ибо ты велик, да пусть превознесет Превознесет Господь, Выше всего Господь, Превознесет. Если ты желаешь принять Иисуса в свое сердце, Повторяй эту короткую молитву. Иисус. Я верю, что ты Сын Божий. Я верю, что ты пришел на землю, Чтобы понести наказание за мои грехи. Я прошу тебя, войди в мою жизнь. Будь моим Господом. Когда я уйду с этой земли, Прими меня в свое царство. Аминь. О, Господь, превозносит. Привозносит. 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 О, Господь. Превозносим, 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 превозносим.